Друзья, всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня поделюсь рецептом чудесного печенья, которое можно приготовить из довольно-таки простых продуктов. Печенье получается невероятно нежным, ароматным и, конечно же, очень вкусным. Добро пожаловать на мой канал! В миску выливаю теплый кефир, добавляю сахар, пакет ванильного сахара, 1 четвертая чайной ложки соли и яйцо. Хорошо размешиваю венчиком. Следующим этапом добавляю сливочное масло и цедру одного небольшого лимона. Снова хорошо перемешиваю венчиком. Готово и отставляю пока в сторону. Беру муку, у меня здесь 280 граммов, добавляю разрыхлитель и хорошо перемешаю. Остальную муку буду добавлять по мере необходимости. В два этапа добавляю жидкие ингредиенты. Замешиваю тесто. На этом этапе можете поставить греться в духовку на 180 градусов. Тесто в себя вобрало всю муку, но остается вот таким мягким и очень липким. Подсыпаю примерно 2 столовых ложки муки и продолжаю замешивать тесто. Тесто вобрало всю муку, но по-прежнему слегка липнет к рукам. Высыпаю на рабочую поверхность буквально пол столовой ложки муки и немного обмешиваю тесто. Вот такое очень нежное тесто у вас должно получиться. Оно слегка прилипает к рукам, но подсыпать муки больше не стоит. Чтобы тесто не прилипло к столу, слегка его припыляю мукой. Накрываю пленкой и оставляю отдохнуть буквально на 5-7 минут. Тесто отдохнуло. Чтобы в процессе раскатки оно не прилипало к рабочей поверхности, припыляю ее мукой. Тесто сверху также немного припылите мукой. И раскатываю тесто толщиной 7-8 миллиметров. Если тесто немного начинает липнуть к скалке, припыляйте его мукой. Вот такое толщиной оно должно быть. Чтобы было вкуснее, сверху присыпаю сахаром. И прокатываю скалкой. Беру две вот таких формы. Одна диаметром 6 сантиметров, вторая 5. И выдавливаю печенье. Старайтесь как можно ближе формировать печеньки, чтобы у вас оставалось меньше переката теста. Убираю все лишнее. И шпателем аккуратно переношу печенье на противень. Оставшееся тесто формирую в один комок. Слегка обминаю. На рабочую поверхность старайтесь уже муки подсыпать минимум, чтобы не забить тесто. Совсем немножечко припыляю стол. И снова раскатываю тесто. Немного присыпаю сахаром. И прокатываю скалкой. Вырезаю печенье. И вот у меня остался вот такой небольшой кусочек теста. Формирую из него однородный шарик. Совсем немного припыляю стол мукой. Это последнее тесто, поэтому вырезать из него формами я уже ничего не буду. А просто раскатаю в небольшой круг, либо же квадрат и разделю на кусочки. Печенье сформировано. И отправляю его выпекаться в духовку, разогретую до 180 градусов, примерно на 18-20 минут. У меня электродуховка. Выпекаю на режиме вверх-вниз, без конвекции. Друзья, мое печенье готово. Вот такое слегка румяное оно должно получиться. Даю немного остыть и с удовольствием покажу, какое же оно в разломе. Друзья, печенье остыло. Вот такое красивое и пышное оно получилось. Вот такое донышко. И, конечно же, разламываю. Печенье получилось очень мягким и нежным. И, как видите, при разламывании оно абсолютно не крошится. Внутри получается вот таким пористым. Вот такое чудесное печенье можно приготовить из довольно-таки простых продуктов. Как вы видели, готовить его очень просто и не займет у вас много времени. Поэтому обязательно пробуйте и делитесь вашими результатами в комментариях. Для меня это очень важно. Ну, а я вам желаю приятного аппетита. Спасибо, что смотрите мой канал. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok